Здравствуйте. Здравствуйте. Голосование по поправкам конституции стартовало уже вчера. Почему, по вашему мнению, не стоит медлить и перейти как можно раньше на участке? Все зависит от возможностей. Вот я вчера был в командировке. У меня возможность сегодня представилась, и я реализовал свое право. Проголосовал, поддержал, понравился. А как вообще оцениваете голосование? Время покажет, могу лишь сказать одно. Сегодня в наших руках очень много поправки повышают гарантии, улучшают жизнь граждан, сделают страну сильнее. И в наших руках поддержать эти поправки все зависит от того, насколько мы будем сами активны, и несмотря на время, в котором мы живем, и меры предосторожности, которые должны обязательно учитывать при голосовании, но очень важно, чтобы поправки конституции были поддержаны. Каждый голос важен. Посмотрите, впервые за длительное время, с момента принятия Конституции, сегодня, конкретным положением наполняется норма социального государства. Вопросы решаются в поправках доступности и качества здравоохранения. И что очень важно, наша Конституция в случае поддержки поправок теперь будет доминировать и будет приоритетом при принятии любых международных норм и соглашений. Ведь многие соглашения были приняты в то время, когда Россия была слабой, когда нам это все навязывали, да и сегодня пытаются это сделать. Будут приняты поправки, это значит, мы будем руководствоваться своей конституцией. Для нас очень важно сохранить историческую память. Это тоже в поправках есть. Ведь посмотреть, что происходит. Благодаря победе в Великой Отечественной войне, сегодня мы все живем и планируем будущее. Наши партнеры антигитлерской коалиции, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, да, тоже принимали участие в Великой Отечественной войне, и наступили в нее в 44-м году. Потери понесли несовмиримо меньше – 850 тысяч человек. Советский Союз потерял 27 миллионов. И когда сегодня пытаются переписать историю и молить значение и роль Советского Союза, нашего солдата, наших близких – это недопустимо. В нормах Конституции есть совершенно четкие положения, которые защищают память о войне, защищают память о тех, кто погиб. Они сегодня защитить себя не могут. Это тоже очень важно. Вопросы семьи, детства, вообще, ради чего мы живем – это все настолько четко обозначено в поправках, что, еще раз хочу подчеркнуть, что мы их обсуждали всесторонне, интерес огромен был. Начинали об этом говорить полтора года назад. В длитное время шла дискуссия при принятии в государственной глуми, никто не высказался против. Поправки были поддержаны. И сегодня, конечно, важно, чтобы граждане поддержали. Речь идет в том числе и о повышении качества и эффективности власти. Это вопрос для нас впервые решается. Президент свои полномочия отдал гражданам. Граждане через своих депутатов будут утверждать министров, вице-премьеров, премьеров. Это другая ответственность. Ответственность, которая придет и к депутатам, он будет больше уже отвечать за свои решения, не спрячется за спиной правительства и президента. Но и, с другой стороны, граждан не сможет спросить с депутата, кого они избирали, почему он поддержал того министра или другого, и почему с него не спрашивают. Также и по Совету Федерации. Мой полномочия приобретает Совет Федерации. В частности, вопрос, связанный с силовыми структурами, с прокуратурой, с судьями, это еще больше под контроль граждан ставит работу исполнительной власти, силовых ведомств. Ну и, конечно, вопросы в том числе национализации, вопросы национальной ориентированности элит. Это крайне важная тема. Она теперь будет отражена в конструкции. Родина одна, паспорт один. Если хочешь быть госслужащим, если хочешь быть депутатом, министром, губернатором. Никаких других гражданств, никаких видов на жительство. Страна, на которую ты работаешь и будь добрым исполнять конструкцию. Вот все это норма конструкции есть. Поэтому сегодня день особый для меня, потому что проголосовал за те положения, которые мы в Государственной Думе приняли. И, конечно, очень важно, чтобы они были поддержаны. Я также хотел сказать о поправке, которая была нами принята и нами, депутатами, была инициирована. Потому что очень много положений было инициировано президентом, рабочей группой, непосредственно представителями гражданского общества через, в том числе, депутатов. А одна норма была инициирована депутатом Валентина Владимировна Терешкова. Это положение, которое предполагает, что можно будет нашему президенту участвовать в выбирательной кампании в 2024 году. Мы считаем, что это очень важное положение, которое также вынесли на голосование. Оно делает страну сильнее уже сразу после поддержки этой нормы. Мы видим сегодня мир, видим, какая конкуренция, зачастую недобросовестная по отношению к нашей стране. Наш президент сильный, с ним считаются. Мы считаем, что только само решение, дающее ему право принимать участие в выборах, делает нас более конкурентными. Путин – наше преимущество. И поэтому мы должны бороться за эту возможность. Мы должны ее предоставить. А дальше уже он сам решит. Да и когда мы говорим о выборах, у нас все выборы конкурентные. Конкурентные. Мы видим с вами. Есть регионы, где побеждают представители конституционных партий, есть регионы, где побеждают представители парламентского большинства. Поэтому все определяют граждане, все вы определите. Но мы должны заложить такие основы и предлагаем это сделать в виде поправок конституции, которые сделают страну сильнее и повысят благосостояние людей, повысят гарантии, права, защищат свободы. Вот это очень важно. Поэтому сегодня крайне необходимо найти время, возможность и поддержать конституцию, поддержать те изменения, которые мы уносим. Спасибо вам. Здоровья вам. Спасибо.